Донбасс И последних обсуждений гибели Боинга Добрый день Добрый день, Владимир Скажите, пожалуйста, вот опубликован только что в Нидерландах отчет международной следственной группы о том, что самолет, этот самый Боинг, злополучный, сбит зенитно-ракетным комплексом БУК ракетой, которая имеет и боеголовку, и сам тип ракеты имеется на вооружении как у Украины, так и у России То есть такой двусмысленный оборот выводов, но Россия тут же заявила о том, что она протестует, что что-то здесь не так Что здесь не так? Вы доверяете вообще выводам этой следственной группы и ведется ли расследование объективно? Как вы оцениваете? Ну, на мой взгляд, касательно того, что ракета находится на вооружении, я не помню ее конкретную модификацию, как она там 9М38 Да, 9М38 На самом деле она уже давно списана и на вооружении в Российской Федерации ее давно нет В Украине, насколько я помню, там порядка 500 ракет состояло на вооружении на 2014 год То есть уже отсюда можно сделать вывод о том, с какой территории могла быть запущена ракета Что касается проведения экспертизы с голландской стороны, то сказано на эту тему очень много в средствах массовой информации Естественно, мы понимаем, что Голландия в какой-то степени находится под управлением кураторов из Америки И, естественно, заключение по экспертизе может носить тот характер, что будут обвинять, естественно, Российской Федерации И самый такой интересный момент, на мой взгляд, что ракета сбита, по сути дела, на территории Украины Невзирая на то, что это была территория боевых действий, то есть это Донецкая Народная Республика И, по сути дела, украинская сторона должна была взять на себя ответственность за эту авиакатастрофу Но больше всех на сегодняшний момент внести истину в том, что и как происходило по отношению сбитого Боинга Все-таки, мне кажется, на себя берет Россия То есть именно Россия делает независимые экспертизы Они имеют довольно-таки большую стоимость Но, тем не менее, Россия идет на то, чтобы внести ясность и показать, кто действительно виновен в этой авиакатастрофе Что отрадно заметить, все-таки голландцы признают тот факт, что, учитывая, что Украина является стороной конфликта Она не имела права проводить авиаполеты на той территории, где проходят боевые действия А не случайно их туда перенесли? Есть информация, но она, к сожалению, находится под грифом «секретно», насколько я знаю С украинской стороны они не дают допуска к работе днепропетровских авиадиспетчеров Но есть мнение о том, что они умышленно ввели самолет и несколько изменили курс, чтобы самолет пролетел на ДНР Есть еще некоторая информация, которая тоже, в принципе, требует подтверждения Замысел был такой, что «Боинг» должен был сбиваться непосредственно при пересечении российско-украинской границы То есть он должен был падать в районе либо акватории Азовского моря, либо в районе Таганрога, либо Ростова-на-Дону То есть он должен был упасть на территорию Российской Федерации Что это давало зарубежным экспертам? Если самолет падает на российской территории, естественно, уже можно в полном мере обвинять Россию Ну и потом, если будет проводиться какая-то экспертиза, то можно легко обвинить российскую сторону в том, что к моменту начала экспертизы Все обломки и все доказательства того, что Россия причастна к этой авиакатастрофе, можно было легко уничтожить Ну немножечко там у них не срослось В принципе, Украина всегда делает все так, как потом это является, можно сказать, каким-то, ну, по большей части объектом насмешек В частности, вы помните, когда проводились учения еще во времена президентства Кучмы Когда у них ракета улетела непонятно куда и в конечном итоге сбила российский самолет Да, это я помню Вы помните, да? Трагический эпизод Поэтому нет ничего удивительного в том, что Украина сработала и по этому Боингу не так, как нужно Задумали сбить над Таганрогом, а сбили несколько раньше Ну вот Арсений Яценюк, он другого мнения, он заявил недавно, что это пьяные ополченцы Которые шмаляют, значит, из Бука туда-сюда Думали, что стреляют они в военный самолет, попали в гражданский А теперь, значит, никто не хочет отвечать, а виновата на самом деле Россия Ну, Яценюк много всего говорит А если еще учесть то, что он озвучил постановление Кабинета Министра Украины О запрете работы российских авиалиний на территории Украины А через два дня он же выступил с нотой протеста на предмет того, что Россия приняла ответные санкции И возмущался очень сильно, как это Россия могла запретить полеты украинских авиалиний в Россию Ну это вообще-то ответные... А что, нет, но он-то это выносит как протест по отношению к России Как это так, Россия запретила и возмущается, понимаете? То есть человек озвучивает одно, на второй день, когда те же самые санкции применяются к Украине, он уже возмущается О чем это говорит? Это говорит о том, что там не двойные стандарты, там вообще непонятно какие И со здравым смыслом там не все в порядке Хорошо, а люди как это воспринимают? Вот вы занимались контрразведкой Сами люди, да, вот на Украине, которые воевали против Донецкой и Луганской республик И даже сейчас находятся где-то за разграничительными линиями Остальное население, они не видели этого ничего, не замечали? Уточните, пожалуйста, вопрос Относится к чему? К политике Киева? Ну вот как раз к такой двусмысленности, такой неубедительности аргументов Арсения Диценюка, других деятелей Украины Дело в том, что все население Донбасса практически полностью отрицает политику Киева И они прекрасно понимают, что вот эта вся фашистская власть, которая пришла к власти В следствии военного переворота в феврале 2014 года Все жители Донбасса полностью отрицают политику Киева И понимают, что здравого смысла и каких-либо нормальных действий по отношению к Донбассу быть не может Ну хорошо, но это Донбасс А вот Донбасс поднялся на восстание против как раз этой киевской хунты И вы были участником этих событий, насколько я понимаю И там были и российские добровольцы Но главная роль это была, в общем-то, люди, обычные люди Жители Донецка, Луганска А почему в других частях Украины не последовало аналогичное развитие событий? Вот вы следили за ситуацией, участвовали Почему? Ну, во-первых, Донбасс это особый регион в Украине Там большинство населения все-таки являются русскими То есть преобладает русскоязычное население Но и в Киеве русский язык преобладает? Но в Киеве там есть и власть, скажем так, на местах И она более, она в Киеве более контролирует Власть более сильно контролирует вот эту территорию, которая прилегает к центральной части Украины Западная Украина В Донбассе народ просто восстал против, конкретно против киевской власти Именно против тех событий, которые были вследствие смещения Януковича К приходу к власти Турчинова, Яценюка, впоследствии Порошенко То есть там изначально был так называемый профашистский вектор И учитывая, что таким надуманным предлогом в принципе являлся запрет русского языка А учитывая, что в Донбассе там более 70% все-таки русских Это первое, что возмутило народ И те постоянные грабежи и в социальной сфере И в том, что в Донбассе все-таки большое количество шахт Но шахтеры жили не так, как они зарабатывали Не по труду, то есть обеспечение было не на том уровне Донбасс в принципе и восстал против вот этой власти Ну что ж, это в общем отражает те мнения, которые в России присутствуют Россияне примерно так и думают Ну вот я все-таки хотел сейчас про Боинг спросить Вот куда дальше это дело пойдет? Как оно будет развиваться? Прежде чем мы перейдем уже дальше к Донбассу, к Украине Вот понять, вот как вы думаете, какие еще будут ходы дальнейшие Вот этой следственной группы у прессы западной, у политиков Как они будут разыгрывать партию? Я думаю, что пройдет совсем немного времени И будет озвучена реальная оценка, кто причастен к сбитому Боингу То есть то ли это Украина, то ли это ополченцы В общем, я думаю, что совсем скоро мы узнаем реальных виновников этой авиакатастрофы Вы думаете, их назовут как раз в голландской следственной группе? Не обязательно, что это будет голландская следственная группа Может быть какая-то независимая группа будет создана Либо еще какие-либо следственные органы Но правду мы обязаны знать И в любом случае мы ее узнаем Но вот смотрите, вот мне запомнилась одна из Такая цитата из одной из британских газет 2014 года Как раз тех дней, когда Боинг был сбит И там говорилось примерно следующее Что нет никаких доказательств того, что Россия сбила этот самолет Но нет и никаких сомнений, что это могла сделать только Россия Как вы думаете, вот такая уверенность Она найдет подтверждение? Следственная группа обещает в следующем году вытащить свой акт То есть сказать, что вот кто сбил Они объявят, видимо, в следующем году И они уже намекают на то, что это Россия могла быть только Ну, как мне кажется, здесь по большей части игра слов А с другой стороны сбит-то самолет над территорией Украины И именно Украина, начиная с того, что она обязана была запретить Полеты всех бортов гражданской авиации на территории военных действий Это уже первый пункт, который обвиняет правительство Украины Порошенко обязан был запретить полеты авиалиний гражданской авиации Но вы же понимаете, что Россия каким боком? Ну, скажут российские ракеты Сказать можно все Сейчас вообще все обвиняют президента России и Путина Во всех вот этих конфликтах силовых Во всевозможных акциях, которые проходят там и в Сирии И на Украине И еще какие-то будут там возникать конфликты Я более чем уверен, будут обвинять Россию Поэтому это информационная война, это гибридная война, это определенная стратегия Обамы и Великобритании Поэтому удивляться здесь абсолютно нечего Хорошо, а какое место тогда в этой гибридной войне занимают Минские соглашения? Вот кажется, что они сработали, но это что? Это реальный путь к миру или это отступление России? И, в общем-то, какова здесь цель и Россия, и Донецк, и Луганская республика? Отступление России от чего? От Донбасса? А он же, фактически, военные действия прекращаются И Донбасс постепенно, постепенно, может быть, начнет интегрироваться в Украину? Как вы полагаете? Давайте начнем с того, что Донбасс является территорией Украины И тот военный конфликт, который и та гражданская война, которая происходит там Они происходят на территории Украины И это внутреннее дело Украины Россия в этой ситуации взяла на себя ответственность Именно по созданию Минской передоворной группы То есть именно Минские соглашения на сегодняшний день Являются единственной выводом выходом из этого кризиса Альтернативы Минских соглашениям, как неоднократно подчеркивал Владимир Владимирович Путин, нет То есть любой конфликт, любая война должна закончиться мером Именно Минские соглашения подразумевают прекращение войны и боевых действий И возвращение Украины к гражданской мирной жизни Никакого отступления со стороны России здесь нет и быть не может Россия не является стороной конфликта Россия делает все возможное, чтобы в Украине наступил мир Ну вот смотрите, вы говорите, что на Украине фашистский режим, преступный режим И большинство граждан Украины, я думаю, с этим готовы согласиться Они уже достаточно много увидели Но с другой стороны, вы говорите, что нужен мир и мирный процесс с этим самым режимом Как он получится? Возможно ли это? Надо решать проблемы военного конфликта именно политическим путем Нужен мир Любая война рано или поздно закончится Вы понимаете, что мы не можем пойти на Киев Украина сама должна понять, в конце концов, что там происходит Должны реально и адекватно оценить ту политику, которую проводит Порошенко И тот же Харьков, и та же Одесса, и Николаев, и Днепропетровск Они тоже должны прозреть И в конечном итоге должны тоже подниматься на борьбу То ли это будет какой-то новый Майдан, мы еще не знаем Как там будет происходить процедура переформатирования власти Но преступники, именно военные преступники И Порошенко, и Яценюк, и Турчинов, они должны предстать перед судом Это они развязали кровавую бойню в Донбассе И то, что они называют антитеррористической операцией Я могу смело обвинить их в терроризме и в суициде собственного народа Потому что они убивают мирных жителей Они не воюют против ополчения Они не обстреливают даже блокпосты Они целенаправленно бьют по мирным кварталам По мирным жителям По скоплению народа в районы рынков В районы автовокзалов Если проводятся какие-то общественные мероприятия Обязательно существует угроза теракта Понимаете, что идет Именно целенаправленное истребление мирного населения Для того, чтобы народ дошел до состояния отупения Понимаете, да, это есть определенный такой вектор Это чисто американская тактика ведения боевых действий И, по сути дела, мы имеем дело с тем режимом Который истребляет своих же граждан на своей территории У меня вопрос как раз об этом В городах Донбасса, находящихся под контролем вооруженных сил Украины В Краматорске, в Славянске, в Николаевке Украинские военные занимают не только объекты То есть военные объекты Объекты социального соцбыта А выселяют жителей из квартир, домов Размещают в них солдат Как раз это сообщает Басурин И много данных о том, что они просто занимаются мародерством То есть они врываются в квартиры, грабят, уносят мебель, бытовую технику Это все отправляется к себе домой Вот как вы на это смотрите? Чем все это может закончиться? Как вы думаете? Здесь нет ничего удивительного Если подразделения ВСУ и так называемые тактические батальоны Там Айдар, Азов, Донбасс, всевозможные Под предлогом того, что им необходимо разместить личный состав Они, по сути дела, заходят в дома И выбирают дома обеспеченных граждан Естественно, это все делается с целью грабежа То есть, как вы правильно сейчас подметили Необходимо вынести всю бытовую технику Посмотреть, может есть какие-то тайники Достать оттуда какие-то материальные ценности И в этом нет ничего удивительного Потому что на стороне этих всех добровольских батальонов Воюет большое количество уголовников То есть, они занимаются тем, чем им нравится заниматься Воевать они не хотят И они понимают, что уже, по сути дела, они воевать и не будут Поэтому как-то надо компенсировать вот это то время Которое они потратили на так называемую войсковую операцию Как они считают Поэтому они занимаются решением своих карманных вопросов С собственным обогащением К чему приведет? Да ни к чему хорошему не приведет Люди видят, что собой представляет так называемая Нацгвардия и эти все батальоны Они видят, что собой представляют вооруженные силы Украины И они прекрасно понимают, с кем они имеют дело Если так себя ведут защитники Украины То представьте себе, как себя ведут И в каком количестве грабят народ Представители киевской власти Будут перемены, будут изменения Народ долго не может терпеть Вот это все издевательство, которое происходит на Украине Хорошо, было восстание в Донецке и Луганске Образовались народные республики Образовались даже вооруженные силы этих республик Они получили поддержку со стороны России А сейчас они ведут переговоры То есть перемирие А если в других городах произойдет восстание Что тогда людям делать? Потому что СБУ арестовало во многих регионах сотни людей Там запрещено практически высказывать свою критическую позицию По поводу нынешнего режима украинского Как может произойти это движение? Как вы видите себе это? Если будут возникать такие, я думаю, изначально Это будут какие-то стихийные митинги Далее уже вполне возможно будут подключаться лидеры общественных организаций Каких общественных организаций? Есть огромное количество общественных организаций Которые на сегодняшний день в Украине находятся в подполье По той причине, что действительно СБУ, МВД Они запугивают граждан Они арестовывают тех людей, которые недовольны киевским режимом Поэтому рано или поздно все это, как говорится, вынырнет на поверхность И начнутся определенные мероприятия по смещению киевского режима Вы считаете это неизбежно? Это неизбежно Ну, вот Донбасс, насколько я понимаю вашу позицию Это часть Украины И они сейчас в процессе Минских соглашений, прекращения огня Они начинают интеграцию в украинское государство Или, точнее, возвращаются в украинское государство, правильно? Давайте начнем с того, что они из Украины, по сути, не выходили Ну, как не выходили? Они провели референдум Референдум был проведен о независимости Но он не подразумевал выхода из административных границ Украины Это была независимость Независимость это и есть выход из административных границ? Независимость это есть автономия, которая подразумевала, по сути дела, такой же точно статус, который имел Крым до присоединения к России То есть вы хотите сказать, что это восстание было восстанием за автономию? Это восстание было за автономию, это было восстание за независимость региона, за экономическую и политическую. Но вопроса о выходе из Украины, этот вопрос на референтуме не поднимался. Точно так же, как он и не поднимался на предмет присоединения этого региона к России. Очень интересная оценка. Чтобы Донбасс спихнуть куда-то с Украины. То есть его каким-то образом выдавить, потому что там надо восстанавливать инфраструктуру, там надо обеспечивать социальную сферу, там надо вкладывать денег столько, сколько в Украине их в ближайшей перспективе не предвидится. Так а что будет происходить дальше тогда? Я же вам ответил. То есть невозможно будет проведен референдум. Сейчас надо прекратить войну. Сейчас надо получить особый статус. Сейчас надо изменить конституцию Украины. Внести поправки. Сесть за стул переговоров должен Киев и представители ЛНР, ДНР. Они должны определить позицию Донбасса и позицию Киева по отношению к Донбассу. Необходимо провести вот эти все реформы. Что будет дальше мы увидим. Но на сегодняшний день Киев не готовит ни на какие компромиссы. Он не пытается никоим образом соблюдать Минские соглашения. Он делает только имитацию того, что якобы что-то пытается делать по отношению к Донбассу. На самом деле идет постоянная апелляция к России о том, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. Это вообще бред. И каким образом Россия может выполнить... Но он не является стороной. Он не является стороной. И как может Россия выполнять Минские соглашения? Россия не может внести поправки к конституции. Россия не может дать особый статус. Россия не может сделать ничего. Кроме того, чтобы усадить конфликтующие стороны за стол переговора. Вот что может делать Россия. Что по сути дела она и делает. А Украина может развернуться опять в сторону войны? То есть взять и нарушить все соглашения и начать наступление? Все ждали этого весь 2015 год. Прогнозы это неблагодарное дело. Поэтому я воздержусь от подобной аналитики. Вероятность такая существует? Сейчас трудно сказать. Я не хочу быть голословным. Вероятность существует всегда. Значит очень низкая. Особенно если там прибывает 90 тысяч личного состава вооруженных сил Украины у линии соприкосновения. Конечно, такая вероятность существует. Для чего-то они же это делали. Для чего-то они же эти войска концентрировали и заводили. Они воевали. Воевали, да. С мирными жителями. У них это великолепно получается. И сегодня возникает такой момент для Порошенко, что он не знает, как себя вести и как начинать эти минские соглашения выполнять. Даже если он уже понимает, что он загнан в угол, и эти минские соглашения необходимо выполнять. Он не знает, что делать с этими радикально настроенными батальонами. Он не знает, что делать с правым сектором. Куда их деть? Возникает необходимость, ежели прекратить АТО, то возникает необходимость разоружить эти батальоны, разоружить эти подразделения. Куда их деть? Вы понимаете, что это... Кстати, мы беседуем с вами в великий нынешний Новоукраинский праздник. День защитника Отечества. На самом деле день создания УПА. И Порошенко уехал из Киева, потому что очень боится беспорядков. Но вот этих беспорядков было довольно много разных. И правый сектор, не то мятеж, не то митинги. Но возможен такой вот правый переворот на Украине, когда действительно эти радикалы из батальонов неофашистских, правый сектор, когда они возьмут и захватят власть. Как вы полагаете? Вполне возможно, вполне реально, потому что именно радикалы на сегодняшний день представляют самую большую опасность для киевской власти. Как они могут с ней справиться? Элементарно могут справиться. Просто вывести людей на Майдан, там будут заниматься так называемые общественные организации этим движением. Они будут выставлять какие-то политические и экономические требования. На самом деле это будет своего рода ширмой того, что подразделения правого сектора и добровольческие батальоны просто возьмут все инфраструктуры под контроль и все объекты жизнеобеспечения. И, по сути дела, это будет второй военный переворот. Но, как на мой взгляд, есть решение вопроса. Вот Украина, она постоянно говорит о том, что это европейская страна, это украинцы, это европейская нация. Вот они все время стремятся в Евросоюз. Вот сегодня есть великолепная возможность заказать свою причастность к вот этой европейской культуре. И вот эти все 90 тысяч личного состава, все эти батальоны пустить на борьбу с терроризмом. Так, как это делает Россия. Почему бы не переправить эти подразделения в Сирию и не задействовать их в наземных операциях вместе с сирийскими войсками? Вы хотите сказать, что там из Сирии тоже можно переправлять мебель и бытовую технику из квартиры, если там грабить? Я не знаю, но там, насколько я знаю... Что умеют эти люди делать? Сирия. Сирия может пойти на какие-то моменты по вознаграждению этих добровольцев, по оплате контракта. То есть, я думаю, что в районе 250-300 тысяч рублей они смогут платить этим добровольцам. В месяц? В месяц. А сейчас они, по сути дела, я не знаю, 10 тысяч гривен получают. Это именно те бойцы тех подразделений, которые находятся в подразделениях Насгвардии, в батальонах. ВСУшники, которые в регулярных войсках, они там вообще бедствуют. Там вообще нет никаких выплат, нет никакой зарплаты. Так вот, если Украина хочет показать, что это европейская нация, это европейская страна, а Евросоюз сейчас, по сути дела, задыхается от потока беженцев, Почему бы не стабилизировать ситуацию, не принять участие в этой процессе остановки беженца и не помочь России в войсковой операции в Сирии? А Вашингтон позволит? А при чем здесь Вашингтон? Вашингтон будет... Разве Вашингтон официально проводит политику поддержки терроризма? Нет. Официально не проводит? Официально не проводит. И точно так же Украина может официально озвучить поддержку России в плане антитеррористической операции. Зато почти официально Вашингтон управляет Украиной. Ну там, например, через Международный валютный фонд, через кредиты, через постоянные рекомендации. Это мы знаем, что в Украине полностью абсолютно полное внешнее управление. Это даже не нужно обсуждать. Эти факты, они неоднократно были доказаны. Поэтому здесь нет предмета обсуждения. А вот украинские элиты, те самые олигархи, те самые правящие круги, самые состоятельные круги Украины, они могут попытаться изменить ситуацию, взять и убрать этот внешний контроль? Мне кажется, они начинают тяготиться уже им, потому что приватизацию, говорят, без них проводить собираются. Еще что-то без них обвиняют? Дело в том, что олигархические круги, они являются заложниками собственной ситуации. Именно американцы позволили им заработать большие деньги в Украине. Именно американцы позволили грабить бюджет. Именно американцы позволили распиливать все вот эти транши, которые получали не от МВФ, кредиты от Америки. А сегодня, по сути дела, эти же олигархи являются заложниками собственной ситуации. И они будут выполнять только то, что будут говорить кураторы из Вашингтона. Ну вот видите, в Сирию, значит, они не отправятся. Почему? Ну ни олигархи, ни украинцы. Почему не отправятся? Кураторы в Вашингтоне. Ну это уже зависит, по сути дела, и от самого Порошенко. Вот что делать? Вот 90 тысяч. Представьте себе, вооруженная толпа 100 тысяч, да, по сути дела. Кстати говоря, что он будет делать? Как вы думаете? Вот я вам предлагаю. Ну это как бы фантазии такие, вы сами понимаете, да? Но что делать? Вот их либо надо разоружить, либо их надо куда-то там, не побоюсь сказать этого слова, похоронить. Потому что в Днепропетровской области, если вы знаете эту информацию, было выкопано порядка 110 тысяч могил. Вы знаете эту ситуацию. Это количество погибших? Это под возможное количество погибших. Есть определенные земельные участки, которые были в определенных районах Днепропетровской области. И там они при помощи техники все эти братские могилы подготовили для возможных боевых действий. Естественно, для своих солдат. А каковы вообще были потери украинской армии, как вы считаете, за период военного конфликта? Вот сейчас перемирие, может быть, можно посчитать? В районе 40 тысяч. 40 тысяч человек? В районе 40 тысяч. А потери ополчения сколько составили? Потери ополчения не являются большими. Там порядка 2,5-3 тысяч. Но большое количество погибших со стороны мирного населения. Погибло много детей, много стариков. То есть те люди, которые не смогли уехать, которые не могли покинуть зону боевых действий, вот они в первую очередь и пострадали. Там варьируются цифры от 8 до 10 тысяч. Вы знаете, мы говорили с вами про Донбасс, о том, об интеграции, возможном выходе из Украины, вхождении в Россию. Вот у меня вопрос с такой вот Донецкой и Луганской республиками. Это в границах республик, ныне занятых республиканскими силами, или в границах Донецкой и Луганской областей? Как это будет все оборачиваться? То есть, ведь по сути, часть территории занята вооруженными силами Украины, часть территории этих областей. А в основном оно охватывало и Славянск, и другие территории. То есть, это половина, только половина Донецкой и половинка Луганской области под контролем республиканских властей. Как быть с остальной территорией? Сейчас надо, в первую очередь, выполнить Минские соглашения. Это вопрос номер один. А ежели выполнить Минские соглашения, то, естественно, пребывание вооруженных сил Украины на этой территории, по сути дела, уже будет нецелесообразным. А еще, если учесть высокий бундарский дух этих регионов, которые на сегодняшний день под контроль на Киеву, то, я думаю, что мы должны будем приложить все усилия для освобождения этих территорий. Слушайте, а Киев отпустят? И для возвращения. Отдаст? Ведь они же говорят, не пяди украинской земли москалям. Говорить можно одно, а второе дело надо делать, а второе дело это обеспечивать эту территорию. А это не так просто. Вы понимаете, что экономически на сегодняшний день Украина не тянет вот эти все социальные вопросы. Вы думаете, они будут обеспечивать кого-то? Они просто введут украинские тарифы, которые повышены по указанию МВФ, и все. Все обеспечение этим кончится. Население должно будет по этим тарифам платить. Посмотрим. Ну вот, собственно говоря, модель Украины. Они это все сделали по всей стране. Почему бы им не ввести это? Вот это тонкий вопрос. Есть ли это территория Украины? Если руководство Донецкой и Луганской республики признают, и к населению придут эти счета, которые платит население Украины, и которые на Донецке и Луганске не платят, потому что там значительно ниже оплата всех услуг. А как люди будут реагировать? Ну, как могут реагировать люди, если к ним придут огромные счета? Ну вот как они реагируют? Естественно, негативно. Естественно, начнется волна протестов, естественно, будет возмущение. Ну и по большей части для того, чтобы счета оплачивать, для этого необходимо иметь средства. А если там не платятся пенсии, если нет работы, если у людей нет никаких средств, то никто ничего оплачивать и не будет. Выписывать можно любые счета, но надо же понимать, что их еще должны и оплачивать. Ну, пенсии-то полдела, то есть пенсии-то, может быть, и будут платить, они не такие большие. В том-то дело, что наиболее добросовестная часть населения – это пенсионеры. Они всегда стараются оплачивать все коммунальные услуги и все возможные задолженности, которые могут возникать. Но пенсии тоже на сегодняшний день там уже не такие большие, чтобы хватало денег и на прожиточный минимум, и на оплату коммунальных услуг. Там ситуация уже патовая, начинает развиваться. Ну вот 2014 год был год очень динамичный, активный. С одной стороны восстал Донбасс, а с другой стороны в остальной части Украины никто не восстал. Ну, кроме киевского движения достаточно активного. И, ну, частично, в общем-то, движение в Запорожье, в Днепропетровске, где было все подавлено очень быстро. А люди уже получили эти счета. Уже произошло первое повышение тарифов. Уже рухнула гривна в два раза, а потом она еще падала. И никто не пошевелился. Да все сидели тихо, и киевляне тоже. Почему? Вот они, может быть, и дальше будут так сидеть тихо. Может быть, ничего и не произойдет никогда. Произошла процедура запугивания населения. Произошло давление со стороны спецслужб. И все недовольные киевским режимом были либо арестованы, либо подвергнуты каким-то санкциям. То есть здесь надо отдать должное и подразделение МВД, и подразделение Службы безопасности Украины, и тому же правому сектору, которые вовремя смогли вот этот бунтарский дух, вот это все возможные, как бы правильнее сказать, возможный протест, который мог возникнуть на остальной части Украины, они смогли это вовремя подавить, и делали это не самыми такими методами, которые... Ну, достаточно привести в пример события 2 мая в Одессе. События в Доме профсоюзов, они наложили огромный отпечаток на все население Украины, на предмет того, на что способен киевский режим. Если кто-то будет несогласен, независимо от того, это Львов, Одесса, Харьков, Николаев или Днепропетровск, то какие могут быть последствия, какие могут быть действия по отношению к мирным людям, которые не согласны с киевским режимом. Это тоже сыграло свою роль, то есть народ, по сути дела, был запуган. И пока что акции протеста находятся, я думаю, в состоянии определенной консервации. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Впереди зима, впереди отопительный сезон, и посмотрим, к чему это приведет. Ну, Россия предлагает скидку на газ? Россия всегда предлагает самые приемлемые решения, самые... самые... те мероприятия, которые действительно помогают Украине выходить из кризиса, каким-то образом все-таки держаться на плаву. И то, что скидки на газ, они были уже неоднократными. И при Януковиче, и сейчас, насколько я помню, это вторая скидка, да, у нас получается? За время антитеррористической операции, да? Даже, да, да. Россия уже второй раз предлагает скидку, но в этот раз, по-моему, не берут. Но дело не в этом. Дело в том, что, вот, вы говорите, да, Минские соглашения, вооружения будут отведены... Вооружения уже отведены, фактически, да, отведены... Со стороны Украины там нет таких четких утверждений со стороны миссии АБСЕ, вернее. То есть, они еще не фиксируют массовый отвод вооружения калибром до 100 мм. Если ДНР и ЛНР это наглядно демонстрируют, они заводят технику в ангары, они вооружение отводят на полигоны, и действительно, миссия АБСЕ об этом по всему услышанию заявляет, то в отношении вооруженных сил Украины таких заявлений я не слышал. Есть определенные моменты, когда они манипулируют ситуацию таким образом, что передислоцируют определенные подразделения, переводя с одного места на другое. На самом деле это есть имитация отвода вооружения. Но чего-то они выжидают, и мы не знаем, к чему они готовятся. И, по сути дела, трудно сейчас говорить о том, что Украина отводит вооружение. Они чего-то ожидают. И, в первую очередь, Порошенко, я думаю, опасается оказывать какое-то давление на вот эти подразделения, чтобы они покидали зону АТО. Как вы думаете, раздружение возможно? Будет происходить раздружение обеих сторон постепенно? То есть, просто демобилизация сил. Минские соглашения в этот момент. Что касается ЛНР, ДНР, с 1 по 31 октября там сейчас проводится месячник разоружения. То есть, бойцы или люди, которые находились в ополчении, и которые не вошли в подразделения народной милиции, они могут в это время добровольно сдавать оружие. И я знаю, что есть уже определенные успехи. И, по крайней мере, милиция ЛНР систематически рапортует о том, что определенное количество добровольно сдается именно бывшими бойцами ополчения. Со стороны Украины пока что таких мероприятий нет. Они еще даже не отвели свои войска. Когда они начнут отводить войска, когда они оставят определенное количество для обеспечения границ в районе линей соприкосновения, тогда мы посмотрим, как они будут это делать. Но я уверен, что процесс для Украины будет очень болезненным. В истории есть много случаев, когда заключали перемирие, мир, разоружалась одна сторона, а потом происходили страшные события. Не получится так, что сейчас ополчение постепенно будет устанавливаться, мир формально разоружится, а потом Украина введет свои войска, пусть их будет меньше, и устроит резню. Может такое получиться? Как это, ополчение возьмет разоружиться, а Украина разоружится? Украина отведет часть своих войск. Это просто нереально, это невозможно. Это невозможно. Невозможно. Одна сторона сложила оружие, и естественно они будут понимать, что они будут атакованы при первом же удобном моменте. Я думаю, этот вопрос надо снять с повестки. То есть вы считаете невероятным? Это абсолютно невозможно. Ну что ж, будем надеяться, что такого развития событий и не последует. Если республики на референдуме приняли решение о независимости, естественно вопрос о безопасности границ, о внутренней безопасности в республиках является самым приоритетным, и именно вопросы безопасности территории должны выноситься на первый план. Еще Владимир Ильич Ленин, насколько я помню, сказал такую фразу. Любая революция, что-то, любая революция может чего-то стоит, если она умеет защищаться. Что-то в этом духе. Абсолютно точно. Да, если она умеет защищаться. А еще иногда нападать. Время от времени. Мы не агрессоры, мы находимся на своей территории, нападать ни на кого не будем. Владимир, ну нас заканчивается время, поэтому я все-таки задал бы один такой каверзный вопрос. Как вы считаете, на Украине Россия выиграла или проиграла? В 2013 году была битва за Украину. Куда пойдет Украина? В Евросоюз, точнее, за Евросоюзом, или она пойдет с Евразийским Союзом. Ситуация менялась. В итоге Украина идет за Евросоюзом и за Соединенными Штатами. А Донбасс, вот такие небольшие кусочки, где есть пророссийски настроенные, организованные силы. Как вы считаете, победила Россия на Украине, выиграла или не выиграла? Куда идет Украина, об этом можно говорить до бесконечности. И что она хочет в Евросоюз или еще куда-либо. Вопрос в том, примет ли Украину Евросоюз. Насколько я знаю, что Украина никогда не сможет стать, по крайней мере, с той политикой, которую она проводит, она никогда не сможет стать членом Евросоюза. Россия, здесь как-то некорректно звучит вопрос, выиграла Россия или нет. Ну что, русский мир, русское население оставили бандеровскому режиму. Россия выигрывает сейчас в том плане, что показывает реально страну агрессора. То есть это Украина, а еще по большей части это именно тот Вашингтонский вектор, который курирует всю вот эту гражданскую войну на Украине. И Россия выигрывает сегодня, потому что она борется за мир. Россия предложила Минские соглашения. Россия сегодня проводит антитеррористическую операцию в Сирии. И, как вы сами знаете, с элементами большого успеха. А что касается Украины, то я думаю, что там народ должен в ближайшее время прозреть. И надо все-таки отдавать себе отчет о том, кто стоит у власти, и как с этой властью быть дальнейшим. И Украина сама должна решить вопросы в выборе своей дальнейшей внешнеполитической и внутренней стратегии. И Россию можно будет считать победителем в том случае, если Украина станет для России братской страной. То есть, когда мы сможем Россию рассматривать как партнера в таможенном союзе, и чем ближе будет Украина к России, тем в большей безопасности Украина будет находиться по отношению к тем агрессорам, в частности Америке и тем странам, которые настроены на войну против России. — Большое вам спасибо, Владимир. Я напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Грумов, экс-начальник контрразведки Донецкой Народной Республики. Мы были в открытой студии, на свободной прессе. С вами был я, Василий Калташов. Всего доброго. До свидания. — Спасибо, до свидания. — Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»